Здравствуйте и welcome в новую серию уроков, которые мы будем рассматривать создание Telegram бота на основе фреймворка Laravel. И в этой части мы начнем создание бота в Telegram. Для этого мы должны перейти в клиент Telegram и добавить контакт. Называется он Bot Faza. Крестный отец бота. Кликаем по контакту. Отлично. Здесь нам приводят информацию, которая может помочь нам в создании бота. Первое, что необходимо, это нажать на кнопку Start. Нажали? Отлично. Здесь нам демонстрируется доступный список команд. Нас интересует область создания бота. Кликаем по команде New Bot. Нам предлагают ввести имя нашего бота. Здесь есть правило. Есть два вида записи. Первое в стиле Camel Case с окончанием на слово Bot. Обязательно. Хотите вы этого или не хотите. И Snake Case – это стиль написания составных слов, при котором несколько слов разделяется символом подчеркивания. Также оканчивается на слово Bot. Давайте напишем так. Да, первая буква должна быть в верхнем регистре. Наш Bot готов и доступен для всех. Можно добавить описание. Вот главная секция. Это уникальный токен, который нам нужен для разработки. Давайте добавим нашего бота в список контактов. Набираем имя. Выбираем. Нажимаем кнопку Start. Ничего не произойдет, так как сервер Telegram пока не знает, куда необходимо пересылать обращение. Переходим к созданию проекта на основе фреймворка Laravel. Создаем директорию с помощью установщика Laravel. Если он у вас не установлен, и вы не знаете, с чего начать, посмотрите наше видео с установкой Laravel. Плывающая подсказка вверху экрана. Laravel. New и название нашей директории. Laravel. TelegramBot. Так как мы создали проект с помощью команды Laravel, необходимые команды для начала работы уже были выполнены. Если вы устанавливались с помощью команды Composer, необходимо выполнить несколько обязательных команд. PHP Artism Key Generate. Генерация ключа. Отлично. Проект создан. Переходим в директорию с нашим проектом. И первое, что мы сделаем, это создадим авторизацию. Вспомнили, как это просто делается? Давайте запустим наш сервер разработки и откроем браузер. Как видите, авторизация уже создана. Но так как мы будем отправлять наш проект в продакшн, то есть на реальный сервер с доступом желающих. Кстати, это называется Deploy. Мы обязательно выпустим несколько обучающих серий по данной тематике. То нам необходимо отключить самовольную регистрацию и создать начальные данные для заполнения нашей базы данных. В частности, добавление дефолтного пользователя. Если у вас возникли сложности в понимании, что мы конкретно делаем, или вам требуется больше контекста, то обратитесь к нашему обучающему видео Laravel Seeding If Factor. Обратите внимание на подсказку вверху. Итак, создаем класс для посева. Users Table Slur. Из названия можно понять, что мы будем заполнять данными таблицу с пользователями. Открываем наш проект в любом удобном редакторе. Переходим в Database Seeds и в File UsersTableSeeder.php. Это наш класс для посева. Но сперва обратимся к фабрикам. Помните, что они позволяют делать? Конечно же генерировать различные данные для тестирования и начального заполнения. File UserFactory.php. Здесь вы увидите пример генерации пользователя. Давайте создадим похожую запись, но внесем некоторые изменения. Во-первых, необходимо определить ее с другим именем. Для этого добавляем приставку As к Define. И теперь необходимо добавить псевдоним. Он определяется вторым параметром. Будем создавать администратора. Убираем static password. Имя укажем вручную. Не будем генерировать автоматически. E-mail также укажем в слой. Вы указываете слой. Генерировать хеш-пароля. А сам пароль будет, ну допустим, 123456. Токен не трогаем. Отличненько. Переходим в наш класс посева. Вызываем фабрику. Класс с моделью пользователей. Название нашей фабрики. И третий параметр это количество создаваемых записей. Одна. Нам не нужны одинаковые записи. И они все равно не будут созданы, так как поле e-mail должно быть уникальным. Кстати, вы можете переопределить атрибуты, передав в метод create массив ключ значения. Теперь открываем главный файл, содержащий перечень запускаемых пассивов. Раскомментируем данную строку и ничего менять не будем, так как она уже совпадает с именем нашего класса для создания пользователя. Теперь необходимо создать базу данных и прописать настройки подключения к ней. Мы будем использовать локально установленный MySQL. Вы можете использовать любые типы базы данных, поддерживаемые Laravel. Если вы не знаете, как установить MySQL сервер, вы можете найти видео в нашем плейлисте по настройке собственного веб-сервера. После определения новых настроек необходимо сбросить фэшированные данные. Давайте создадим нашу базу данных. Режим сопоставления UTF-8 MB-4. Теперь запускаем первым делом миграции. И следом запускаем команду для запуска пассива. Превосходно! Давайте проверим, все ли мы сделали правильно. Если вам многое не понятно, то рекомендуем вначале изучить наш курс по созданию блога на Laravel с нуля. Там мы подробно рассказываем все нюансы и подробности про Laravel. Здесь мы просто не хотим тратить ваше время. Итак, теперь давайте закроем наши роуты для регистрации. Не дадим всем подряд регистрироваться на нашем сервисе. Заходим в файл и пишем. Можно где-нибудь здесь. Роут, совпадающий с методами get и post. Путь к регистрации. Выполнить функцию при попытке перейти на данный роут. Фасад auf и метод logout. То есть выкинуть пользователя из авторизации. Разлогиниться. Вы можете написать, что хотите вы. Главное сделать заглушку. И перейти на главную страницу. Обязательно добавляем именованный маршрут в регистр. Иначе у вас будет ошибка. Проверяем. Отлично. Есть еще один вариант. Переходим в контроллеры. Авторизация. Регистрация. И в экземпляре метод construct. Вместо разрешения для гостей поменять на out. То есть разрешить только зарегистрированным пользователем. Он просто будет редиректить на форму авторизации. Есть еще разные варианты. Например, переопределить метод и straight. Но о них немного позже. Желаете оперативно получать информацию о новых выпусках и стимулировать нас на дальнейшие выпуски? От вас необходима только подписка. Также просим не забывать ставить палец вверх для оценки качества материала.